Здарова, дружище! Приготовь себя к тому, чтобы плакать. Сегодня у нас с тобой Майн Ностальгия. Настроение прекрасное, дождик за окном, всё здорово, я надеюсь, у тебя тоже всё хорошо. Я надеюсь, что у тебя всё круто, и ты готов к тому, чтобы наконец посмотреть видос. Ты меня просил довольно давно об этом. Я читаю комментарии, я знаю, просто ручки всё не так не доходили, пяточка всё никак не наступала. А сегодня мы с тобой наконец-то посмотрим. Сорян, видос вышел долгим, там на минут 40, 40 минут и не уверен, что ты будешь смотреть, поэтому я поделил его на две части. Если что, в комментах напиши, готов ли ты смотреть 40-минутные видосы реакции. А так, поехали, первая часть, вторая выйдет тоже сегодня. Поехали. Майн Ностальгия. Помните, что Майнкрафт раньше назывался Кейв Гейм? Помните, что... Что? В смысле? Какой Кейв Гейм? Кейв Гейм даже не была самой ранней версией Майнкрафта. Самая ранняя версия игры выглядела вот так и весила всего 4 килобайта. Что? Что? 4 гигабайта? Килобайта? Картинка весит больше. Немного меньше. Для сравнения. Вот это невозможно с шакаленной картинкой весить в 4 раза больше. Помните, что полная название... Охренеть, 4 килобайта. Ну вообще я этого не знал. Ты это знал? Я об этом даже и не слышал. ...игры Майнкрафт The Order of the Stone. Помните старые текстуры некоторых блоков? А ведь правду говорят, трава действительно раньше была зеленее. Помните, что Стив раньше был мобом? Помните, что скина персонажа на самом деле никогда не было официально... Стив раньше был мобом, это я знал, кстати. Стивом его назвал один из игроков, а другие подхватили, потому что альтернативы не было. Помните, когда Аликс не существовало? А на нее, в принципе, насрать. Я о ней и так не знаю. Помните, что раньше не было биома? Помните, что раньше еда не стакалась? Блин. Меня сейчас... Я буду постоянно останавливать на то, чтобы рассказать тебе, насколько я с этого достальгирую. Я так хочу теперь в Майнкрафт играть. Прямо сердечко жевается. У меня была не одна из первых игр, но одна из первых больших игр на канале моем. Помните единицу измерения стак? Это 64 штуки. Помните кирпичные пирамиды? Помните далекие земли? А, да, я про далекие земли смотрел много крипипаст и историй. Вообще, первый раз, когда я познакомился с Майнкрафтом, была история про Херабрина. Какая-то старая-старая крипипаста, в которой рассказывалось, как какой-то чувак куда-то идет и где-то под реке видит фигуру Херабрина. И она его пугает. Я тогда еще не умел играть, но мне было дико интересно. Была ночь, был дождь, и я такой, ааа, под пледиком. Мне было очень кайфово. Помните самую первую версию Майнкрафт Пакета Дима? Не играл, кстати. А, нормально. Помните блок Незер Реактора? Помните, что на мобильной версии портал ВАД сильно отличался, и этот блок помогал его построить? Помните, что самые первые версии мобильного Майнкрафта были ограждены невидимой стеной? Ребята, в комментариях опишите, пожалуйста, что за Незер Реактор. Но на определенной высоте вы могли начать ходить по ней. Ха, забавно, этого я не знал тоже. Блин, ты ходишь выше облаков? Помните, что раньше вместо Редстоуна были шестеренки, и их еще можно было крепить на стену? Помните рану и других подобных мобов? Что? Какой ран и подобные мобы? Это Копатель! Это персонажи из Копателя! Это кто? Самое страшное, что они пох... Это прям персонаж из Копателя! Ты чё? Хоже на персонажей Копателя. А, помните Копателя? Помните тот рафляный видос в Копателе, где чувак сказал, что если вы построите трон на сервере, то вам дадут миллион алмазов? И на... Чё? Чё? В каждом сервере стоял один такой, который построили наивные школьники. Помните, когда Копатель перекочевал в Steam? Помните, как этот Копатель, почему он начинает прикопать раз сказать? Помните, как этот видос начал медленно превращаться в Копательстальгию, а этот довольно нежелательно, поэтому возвращаемся назад к Майнкрафту. Помните determined гигантов? Помните, как я его пугался? Помните старые звуки взрывов? Помните старые звуки? Этот звук гораздо лучше бы тебе сказал, чем нынешний. Яйцо на французском. Ой, вот это кайф. Помните старые звуки воды, которые пугали некоторых? Не знаю, кого пугали звуки воды. Помните, как мы боялись спрутов из-за их больших страшных ртов? Помните, как мы не обращали внимания на индикатор воздуха под водой? И когда он доходил до конца, и мы начинали получать урон, мы думали, что нас атакуют спруты. Помните... Сука, еще музыка на фоне, прислушивайся к ней. ...что спрут раньше был единственным водным мобом. Помните СИД-3-девятки, который на мобильной версии спаунил вас возле деревни? Помните, как мы раньше делали дорожки? Блин, я ж проследился, какого хуя. Вызыка из Майнкрафта какая-то самая грустная. Я не знаю, почему ты смотришь, слышишь ее, и тебя сразу отправляет в какую-то ностальгию. Даже у тебя ничего, если не связано с Майнкрафтом, она отправляет тебя в ностальгию. Блоков гравия. Помните, что мы не понимали, как добывать что-ли в Майнкрафте, потому что мы не зажимали кнопку мыши, отклацали лишь один раз. Помните вашу первую ночь? Помните, как... О, я в первую ночь спрятался под землю и просто там жил. Многие на ночь закапывались под землю? Да, буквально. Помните, как многие строили дома из, в буквальном смысле, этого слова дерьма и палок? Я и сейчас так строю. Помните, как мы не знали цель игры? Да. Помните, как мы не знали рецептов крафта и подгл... Я тоже постоянно даже думал насчет золота, что золото самая клевая штука в этом, потому что, блядь, ну это же золото, оно должно быть самым клевым. Гадывали их на разных сайтах. Я сейчас поглядываю. В то время Майнкрафт хотели запретить в России из-за рецепта крафта динамита. Хотя это, блин, просто песок и порох. Помните куриную бомбу? Помню. Помню. Помните, как мы ставили блок в тени и к бокам приделывали таблички, чтобы получилось кресло? Помните, как мы вешали картины, но нам постоянно упадала не та, которую мы хотели? И мы ломали ее и вешали снова и снова, пока не получали нужного результата. Помните, как тортики использовали как батут? Помните, что меч раньше ломал блоки? Тоже не помню. Помните, что раньше в пустынных храмах вместо терракоты была оранжевая шерсть? Помните, что в середине пустынного храма есть ловушка? Только цссс, никому не рассказывайте. Помните, что алмазные вещи раньше были самыми крутыми? Да, а сейчас что не так? Но потом появился Назерит. Помните, как мы считали, что золотые вещи самые... Что такое Назерит? Я до сих пор думаю, что алмазные вещи самые клевые. ...самые лучшие. Они золотые, да? Помните, как мы научились летать в креативе, но не знали, как опуститься? Да, 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 да. Помните, что раньше губка была одним из самых редких блоков? Помните, как некоторые строили дома целиком из алмазных блоков? Потому что, наверное, это круто должно быть. Помните, что если покормить двух мобов, у них появится детеныш? И когда детеныш подрастет, можно будет покормить его, а также одного из родителей, и у них тоже появится детеныш. Чё-то как-то аморальненько. Дикая групповуха Барбоскин. Фотфикщики ушлись далеко за пределы моего понимания. Помните, что песок, гравий и наковальня имеют физику? Помните, что ошейники можно красить? Помните, что домашние животные из ваших многочисленных миров Майнкрафта всё ещё ждут вашего возвращения? Сука. Прям по сердечку. Я, кстати, по-моему... Да, я один раз заводил собаку, а потом я уничтожил этот мир. Он вырос. Да? С ним возрослел. Ставь лайк, если ты заплакал на этом моменте, как сука. Помните обзоры модов? Помните, как мы не знали, что такое моды и пытались повторить увиденное в ролике при этом, не имея этих модов? Помните, как каждый хотел установить себе мод на мебель? Помните тот самый легендарный мод на мобов-мутантов? Ооо, вот это клёвый мод. А помните, как я делал битвы между мобами? Кто из вас old, кто помнит битву мобов? Битлаки битву. Которую, по-моему, я сделал первым, по-моему, на ютубе. Не знаю. Тут не знаю, не говорю. Не уверен. Ооо, помню, помню Бендера. Не смотрел никогда, но помню. Помните Эндерброд? А потом он бродал канал или что-то такое. Помните, как Бендер ставил себе на превьюхе полуголых девочек из Майнкрафта, чтобы все половозрелые школьники такие «Нааааа» и кликали? Кстати, помните, что у Майнкрафт-тяночек на самом деле есть имена? Вот это я не знаю. Например, Крипера зовут Шипелка. Помните старый скин Лололошки? Помните старое интро Лололошки, где кто-то говорит «Пуховик»? Кстати, никогда не смотрел Лололошку. Ну, не то чтобы плохо, просто никогда не смотрел, но все равно забавно. Помните времена, когда по голосу Лололошки еще трудно было понять, мальчик он или девочка? Всем привет, с вами Лололошка. Тебе трудно? Я сразу понимаю, что это парень. Помните, как Фрост выживал в бутылках, а сейчас активно сажают на них всех, кто говорит, что старый Фрост был лучше? Вот это хорошая шутка! Мне кажется, все сейчас так делают, когда, знаешь, им пишут типа «Блядь, раньше было лучше, раньше был Майнкрафт!» Ой, я тебе сейчас буду долго рассказывать про старый ютубер. Спарта! Вот и на картошке. Кстати, никогда не смотрел Фрост, опять же, если Лололошка просто не смотрел, то Фрост почему-то мне прям не нравился по его формату. Не в обиду тем, кому нравится, если вам нравится, круто. Просто не мой почему-то формат, не знаю почему. Знаете, как парниша не мог поставить? Хотя мне говорили, что у нас что-то похоже, то ли голос, то ли внешность, но, в принципе, по этой причине я туда и зашел посмотреть тогда. Просто меняем модельку Стива в игре. Помните, как Фрост, парниша и Снэйк были пиларменами русского ютуба? Тоже не помню. Ну вот, можно. Что это? Что это? А, понял. Кейна тоже знаю, тоже не смотрел. Я вообще, по-моему, когда я делал Майнкрафт, я тогда старался никого не смотреть особо. Ну, чтобы, во-первых, не повлияло, во-вторых, случайно, ничего не спиздить. А потом, после того, как Майнкрафт я перестал снимать, я просто начал какие-то другие... А, да, я ФНАФ делал, точно. Помните времена, когда Кейн не бил свой стол? Помните, что этот канал Кейна не первый канал Кейна? Помните внутриигровой ник Кейна? Дай мне книгу! Помните Лаки Гонки и Лаки Битвы? Какие Лаки Гонки и Лаки Битвы? Я снимал Лаки Битвы, ты шо, собака? Они у меня собирали там по два, по три ляма, и народу нравилось. Я, по-моему, самым первым был. Ты чё? Ты чё? Или нет? Или не первый? Ну, не надо устраивать битвы в комментах, может быть, я и не первый на самом деле. Ну, по-моему, да. Но, опять же, я не смотрел, так что не могу сказать. Помните, как Перпетум делал обзоры модов? Доброго времени суток, уважаемые друзья, с вами Перпетум. Сейчас Перпетум, по крайней мере, не такой медленно говорящий. Или же Александр. Всем привет, с вами Гридас, и вы смотрите первую часть обзора мод Мо Критерс. Помните, как Гридас переехал на зарубежный ютуб, но у него не всё там сложилось? Помните, как Гридас сделал обзор модов на SCP? И довольно-таки сильно пропиарил это сообщество в Ру-сегменте. И сегодня вы увидите обзор на мод SCP, что расшифровывается как Secure Craft Protect. Помните Савергон Плюс? Я вчера нашёл шахту. Это Савергон? Пошли там найти ресурсы. Помните, что Савергон Плюс закончился на 47 серии, которая до сих пор даже не в плейлисте? Камон, Савергон, 5 лет прошло. Помните, как Стинт обозревал сериалы в Майнкрафте? В Майнкрафте. Начинаем. Просмотр! Помните, что даже уже... О! Прическа, блядь! Такомый нам паренёк, FNAFER Всея Руси, тоже снимал Майнкрафт. Да-да-да. Да-да-да. Ой-ой-ой! По ностальгическому сердечку бомбит! Мы тогда снимали Лаки Битвы с девчонкой. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, сегодня поиграем в Голодные Игры. Помните? Я тогда ещё очень... Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Голодные Игры. Возможно, мы сегодня победим, а может быть и непобедимы. Я буду говорить так быстро, чтобы никто не понял, что я, в принципе, говорю. И потом, может быть, ему даже это понравилось. Видите, что почти все ныне... Мне пришлось конкретно себя замедлять. То есть для того, чтобы говорить медленнее, мне осознанно приходилось заниматься тем, чтобы я говорил медленнее. Известные ютуберы начинали с Майнкрафта. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Эдди. Не знаю, чувака. Четвертый выпуск шоу «Как не нужно снимать ватсплы». Привет, с вами советовался сегодня. Мы начинаем наш новый ватсплы. Тоже не знаю, чувака. Давайте начнём рубить дерево. Эй, всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Деся, и вы находитесь на канале Десятья. Если бы не эти три человека, вы бы сейчас вряд ли смотрели это видео. Спасибо большое, что научили, как надо снимать. Помните, что овцы раньше не дропали мясо с ним? Да, 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 я их постоянно убивал, я их и до сих пор иногда убиваю в попытках получше. Попадала только шерсть. Помните, что на более старых версиях, когда ножницы ещё не было, чтобы постричь овцу, вам нужно было просто её ударить? Помните, что кровать раньше была только одного цвета? Помните, что раньше было только две двери, а потом, ну... Ну, так это правильно, да? Помните, что люк сначала был всего один, потом появился железный, а потом история дверей повторилась? Помните синюю розу? А что за синяя роза? Что с ней? Напишите в комментариях. Помните, когда мы копали вниз и думали, что докопаемся до ядра земли? Да, 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 блин, я помню эти прекрасные времена, когда я так делал, надеялся, что такие что-то найдут. Чаровывались, находя только пустоту. Помните, как наивные мы думали, что в Майнкрафте можно долететь до космоса? Интересно, а ещё не сделали такого мода, который позволяет тебе сильно подниматься, и тогда ты в космосе? Должны бы уже давным-давно сделать. Помните, что когда в Майнкрафте ещё не изобрели ковёр, вам приходилось вмонтировать в пол блоки шерсти? Помните анимацию, если бы Майнкрафт сделали в Японии? Помните ту анимацию про летсплейщиков и русскую рулетку? Там ещё оружие были взято из ТФки, но просто сделаны из блоков. И ещё лу-ложка и Бендер там спали вместе. А потом Мазяка сжёг их заживо. Примерно то же самое происходит у меня во снах. Помните Майнкрафт для нубов? К слову, Алекс, если... О, я недавно на него делал видос, кстати. Если ты вдруг смотришь это видео, хочу сказать тебе. Забей ты болт на этих школьников, которые требуют от тебя только Майнкрафт для нубов. Ты один из самых талантливых и креативных аниматоров, которых я знаю. У тебя столько крутых идей. Конфликт Басястополя, невероятные истории. Если тебе нравится их делать, делай. Хочу дожить до того дня, когда ты запустишь сериал по ТВ. Помните новичков? Вдежавно. Я не знаю, что это за ребята, я их не видел. Но знаешь, это потихоньку начинается не Майн ностальгия, а Ютуб ностальгия. Знаешь, это ностальгия по старому Ютубу. Когда всё было как-то вот приятнее. Как-то... Ну, ладно, приятнее. Может и сейчас приятно. Менее профессионально и от этого более душевно. То есть тогда, я когда даже видео делал, я знаю по себе, можно было выложить видос, который ты заснял достаточно шустро. И выложить его, и ты можешь сказать, блядь, ну качество хуже, это хуже. Нет, на самом деле, в данном случае, по крайней мере для меня, я думаю для многих, это было более душевно. Более от себя, более искренне. А сейчас такого уже нет. А если есть, то это всё равно повторение, 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 повторение. Допустим, есть вот, допустим, Мармок и чуваки, куча чуваков, которые пытаются его повторить. Не знаю, довольно мало осталось душевных, именно таких, знаешь, душевных личностных ютуберов. Ну, хочется верить, что я, типа, один из них, но для тебя, может быть, и нет, я не знаю. Ты можешь тут сам решить. Может, ты скажешь, блядь, ты говно вонючее, давно наигрывающее. Может быть, ну как бы, я говорю от себя, да? И тогда, из-за того, что всё было более душевно, всё ощущалось как-то иначе. Очередной видос, который выкладывался без особого продакшена, без продюсеров, которые везде стоят за всякими бумагами и так далее. Это было по-свойски, как дома. Вот. А сейчас не совсем то. Сейчас со всеми этими миллиардами проблем с алгоритмом и всё такое делать как дома практически невозможно и при этом подниматься. Это вот, допустим, видно на другом моём канале, где, несмотря на то, что народ нравится и всё такое, ютуб не особо продвигает. Ну, ладно, не будем ныть, просто это превращается в ностальгию по старому ютубу. И, блин, я готов об этом говорить часами. Это было здорово. Это круто. Это, знаешь, одна из тех вещей, которая круто, если ты смог в этом поучаствовать, смог на это посмотреть. Квадратная башка. Да. Вы же любите мяско. Я ненавижу жуликов. Я убью тебя. Мы не можем ничего сделать. Мы убрём. Помните, что в первых сериях модератор озвучился едук? Кто-то сказал модератор. Помните приключения Нуба? Помните, как мы научились делать железного голема благодаря этому мульту? Помните, как один из персонажей этого мульта, Pupu SIR 69? Чё нас путаем? Так, давай мы, наверное, на этом пока что остановимся. Почему? Потому что уже 20 минут видос. 40 минут видос смотреть ты вряд ли сможешь. Может, ты сможешь. Не знаю. Напиши в комментариях, готов ли был бы ты смотреть 40-минутный видос реакцию. Это мне важно. Потому что я не знаю. Если да, то, может быть, мы сделаем что-то такое. А пока на этом всё. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал. Оставляй свои комментарии. И да, пока. До скорого. Удачи.